Всем привет! Ну что, скучаете? Ломает по копам. Ну а у нас новая экспедиция на пару дней. Первый день не особо задался, куда приехали, деревня шурфленная полностью. Но находки все же встречаются, хоть и советы, но все же, да и сопутка порадовала. На ночь переехали в другое место, где жил знакомый комрады. Меня поразило то, что он последний житель в этой деревне. Он-то нам и разрешил пошурфить один из домов. Результат неплохой. И напоследок откопали две верховые крупные монеты. Охренеть, смотрите какая шайба, ребята, верховая. Екатериновский. Питачок. Странно то, что кругом ямки, а их не нашли. Комрады, вы с чем ходите? С лозой что ли? Раз не видите такую крупную медь. Надеюсь, все выпуски посмотрите до конца. И проставите лайк в поддержку канала. Приятного вам просмотра. Итак, ребята, всем привет. Сегодня у нас очередной выезд. Копаем мы сегодня не стандартной компанией, как вы привыкли видеть. А бригада та, с кем я начинал. Это Диман Стольятти, Женька Михалыч и еще один новый комрад. Приехали мы на одну деревушку. И я впервые такое увидел, что каждый фундамент взорван. Вот каждый, ребята, каждый. Находки у нас есть. Отличился уже Михалыч. А Диман Стольятти у меня есть. В общем, Женька тоже отыскал на фундаменте. В общем, все вы увидите, какие кто находки откопал. Ну а сейчас нахожусь в кустах сирени. Петер, шутки. Обычный фундамент именно в кустах сирени. И он здесь есть. Вот он. Вот он как раз фундамент. Но факт в том, что он взорван. Я сейчас отправляюсь по верхам с Ванюшем походить. А потом залезем в фундамент. И посмотрим, что у нас отыщется. Так что приятного просмотра. Находки обязательно будут. Но насколько интересны, в этом видео вы все и увидите. Итак, ребята, у меня первая находка. Достаточно приятная. Вот такая вот вещица. Вот из этой ямочки. Это какой-то медальон толстый. Надпись рабочий. Что-то тут какие-то дальше сокращения. Сокращение 4654. Вот здесь вот было походу ушко. Вот. И какой-то рабочий. С обратной стороны ничего нет. Ничего. Что такое, не знаю. Интересная находка. Очень интересная. Пишем в комментарии, что это такое. Я даже представить не могу. Может, какой-нибудь носильщик. Не знаю. Ладно. Пойдет. Зачетная первая верховая находка. Ваниш. Итак, ребята, первый, кто отличился, это наш Евгений. Фартовый. У него терочка. Вот он с косромом настоит. Прячусь, ребята, от ветра. Сегодня ветер будет жуткий. И всегда буду прятаться. Первая находка. С фундамента. Это 5 копеек. 24-й год. Гурт. Гурт гладкий, да? Ну, здесь вот не знаю, что за сохранчик. Не знаю. Но факт в том, что... Блин. Фундамент только начал. 5 копеек. 24-й выскочил. Ну, Женька у нас постоянно так отличается. То есть чемпион есть чемпион. Так что, ладно. Поживем, посмотрим, что даст фундамент. Держи. Красавчик. Ну, а мы продолжаем. Фундамент, в принципе, большой. Я вам изначально сказал, здесь он копанный, перекопанный. Но насколько, посмотрим. Диман ходит пока по верха. Вот. Я уже залез тоже в фундамент. Вверха отработал. Есть находка приятная. Так что, идем дальше. Сопутка здесь, ребята, смотрите. В принципе, приятная. Обычные, смертные, бедные. Так вам позволить себе не могли. Ладно. Продолжаем. Ну что, ребят. Могу вам показать только... Вот такую пока монетку. Ничего сверхъестественного нет. Это советик. Ну, интересно то, что это 15 копеек. Щитовик. Щитовик. Год. 33. Вот такой щитовичок. И вы знаете, я предполагаю, что фундамент копанный. Я его перекапываю. Ну, время покажет, конечно. Покажет. Ну что, ребята. В час по чайной ложке. Уже сделал большой объем работы. И да. Я уже говорил изначально, что это фундамент копанный. И я просто сейчас нахожу те находки, которые комрады просто не увидели. Шурфили они здесь на полтора-два штыка. И еще нужно было штык выкопать и вот монетки выскакивать все-таки. Это 10 копеек тоже где-то 30... По-моему, 34. 34. Ладно. Пацаны приходили шурфить. Что-то пошурфили немножко и бросили. Ребята, Диман пришел и показывает свою хабарницу. Две копейки затертые. 1812, наверное. Угу. И еще какой-то очередной кокарик. Ну, не знаю, может почиститься, будет бодро. Две копейки. Николаевского образца. Бутылочка. Фикстура. Ну, хорошо, что целый, ребят. Канина, походу. В лошадку пуля попала. Я это не знаю. А, это коповушка. Да, это коповушки. Вот такую мелочевку поднял. Диман, у тебя веник 800, да? Ну, а у меня, ребята, с фундамента вот с этого выскочило вот такое количество стекла. Почему я здесь зашурфился, ребята? Здесь монеты, вы видели, что две штучки всего. Ну, надписи. Казань, царские. Керамики, возобилие, стекло. Все царское. Все богатое. Все шикарное, ребята. Так что я в надежде копаю здесь. Из-за того, что вдруг выкупаю целую бутылочку. В надежде. В надежде. Одна бутылка будет стоить всего копа. Будет шикарно. Ребята, на пассажок. На пассажок 15 копеек. 46-й год. С собой фундамент как бы присыплен. Небольшая горка. Но котлована нет. По сопутке. Конечно, много вкусного было. Очень вкусняшек много. Но беспонтовые. Вот такие вот всякие. Красивые. Ажурные. Всякие бутылочки. Скляночки. Вот такая вот была склянка. Казань. Александр. Какой-то написан Александр. Ладно. На этом и все. Пожалуй, переедем на другое местечко. Итак, ребят. Хожу в поисках фундамента. Напротив Михалыч. Вот. И вот такая вот штука выпала. Прям живая. Почему живая, ребята? Здесь потому что имеется кожа. Видите, да? Кто не знает, что такое откапку. Это я вам сейчас информацию прикреплю. Это предмет конской упряжи. Не часто. Не часто такое можно найти. Зачет. Вот как-то так. Било. Здорово. Аська не промахнулась. Да. Хожу с Аськой в поисках фундамента. Неохота. Ваня Шпрась. Здесь вот, знаете, керамика. Старая керамика. 17-18 век. Очередная верховая находка. Керамика. Каждый раз, как я выкапываю что-то, выпадает керамика. И здесь вот я зацепился сигнал. Думал, какое-то ГТО или что-то в этом роде, когда выпало вот так вот. Но нет. Такой я значок в первый раз вижу. С СССР НТО. Что за значок? Тоже не знаю. Ну, погуглю. Посмотрю, что такое НТО. Я не представляю. Ладно. Пойдет. Кстати, можно... Если интересный значок, то можно отреставрировать. Эмаль немножко сошла. Красная. Но ничего страшного. Если интересная находка, то оставим. Ладно. Ищем. Ищем фундамент. Итак, ребят. Нашел какой-то фундамент. Знаете. Хороший вроде как с виду. Но, с другой стороны, не очень. Монеты здесь идут совсем-совсем советские. Ну, вот это решил показать. Потому что это как бы... Ну, более-менее еще. Это 10 копеек. 53-й год. 53-й. Другие советы совсем гнилые. Да. Здесь вот печь была. Видите, очертания печи. Я нахожусь. Вот. Вторая была печь. Голанка. И возле печки фигарю. Фигарю. Подрезая створку, ребята, монетка сама выпала. И это у нас, судя по всему, 2 копейки. 2 копеечки. Год, к сожалению, не скажу. Но, судя по всему, это совсем-совсем гнилой. А нет, не совсем гнилой. Это 2 копейки. 49-й год. 49-й. Фух. Нет, такой фундамент нам не нужен. Посмотрите, сколько у меня выпало здесь монеток. И самое, что интересно, вот эта 2-ка. 10 копеек. И остальные вот такие вот гнилые совсем монетки. Трюшка, пятнашка, двушка, копейки. В общем, вот такие гнилые. Я не знаю, их вообще смысла чистить нет. Это после 61-го года монеты. Так что ладно, будем искать лучше. ой, спина моя. Итак, ребята, уже вечер. Мы переехали на новую деревню. Но вдвоем с Михаиловичем больше никого нету. Пытались сейчас вот здесь вот пошурфить. Ничего не вышло. Вообще сигналов нету. Сопутка кое-как проскакивает. Михаилович пошел новый фундамент искать. Ну, а я тоже пошел вправо. И вы знаете, я был удивлен. Удивлен, что в такой вот траве... Смотрите, трава высокая, густая. И выпал пятак. Пятачок Николаевского образца. Давайте посмотрим, что за пятак. Так. Ну, пятак, хочу сказать, сразу затертый. 1871 год. Фь, ёпт, лень. Он еще игровой. Ну, ладно. Вот такая вот. Сегодня первая царская монета. Вот еще, наверное, фундамент. Сейчас к нему и двигаюсь. Михаилович вообще в блеск пошел. Так что здесь, наверное, заночуем по полям, ребята, по полям. Мы ехали больше 15 километров. Я вот сбил со счета, но больше 15. Тряслись прям. Дорога на тракторные. Кстати, деревня была достаточно большой. В тех вон кустах, вон, где он в тех вон... Там была церковь. По простору, такие, знаете, безлюдные. Вообще. Ну, ладно. Посмотрим, пацаны, посмотрим, что найдем. Итак, ребята. Короче. На улице совсем уже темно стало. Ходить, сориентироваться вообще невозможно. И мы решили дождаться завтрашнего утра. Легли пораньше. Время 10 часов. Но в полях, в лесу темень полная. Звери уже начали свои дела. И мы решили раньше полечь спать, чтобы завтра рано утром встать и уже покопать. К сожалению, по верхам ничего зацепить не получилось. Попытались пофундить, шурфить, но не получилось. Потому что, как бы, ну, ориентиров никаких нету. Вот. Так что, мы начнем все это дело завтра. Так что, до утра. Все. Бай. Доброе утро. Смотрите, какой я мятый. Потому что спал ужасно. На улице. Сколько Михалыч сейчас на улице уже? По ночам. Ешкин кот. Ребята, представляете? Минус плюс 7. И замерз вообще страшно. Вот. Михалыч с утра пораньше сходил за местным человеком, который здесь живет. Жесть вообще полная. Всю жизнь отдал этой деревне. И он последний житель здесь. Это... Ну, мы с ним еще пообщаемся. О этой деревне поговорим. И нам предложили шикарную идею. Отправиться в старинный дом, который 18 век. Говорит, что там полы кто-то утащил. В этой глуши, ребята. 15-20 километров до населенного пункта. И кто-то умудрился полы стащить. Вот. И он не шурфленый. И мы сейчас отправимся туда, посмотрим. Кофеек, чаек попьем. Может быть, пивка еще. Вот. Так что, погнали. Будет еще сегодня интересно. Обязательно. Михалыч. Кстати, Михалыч, ты же там оттуда монету из-под камня вытащил, да? Ну, уже. Михалыч там выкуривал в свое время закладную монету. А что, какой номинал был? Трешка была. Вот. Так что, тема интересная, актуальная. Ну, и погнали. Смотрим. Ребят, домик вот так вот выглядит. И взрачный. Конопля двухметровая. Вот такая вот домишка. Вот на таких вот валунах стоит. Михалыч здесь в свое время закладной поднял. И, в принципе, вот такой вот домик. В кустах заросший. Крыша как бы уже наполовину отсутствует. Вот так вот раньше жили. Кусты, конечно, ребята, жесть. Сейчас внутри полазим, пошурфим. Нам добро дали, сказали, что полы сдернули. Сейчас глянем. Ребята, зашли в дом. Чуть позже покажу, как он внешне выглядит снаружи. Михалыч говорит, вот здесь уже промародерили. Полы содрали, и мы воспользуемся случаем, дабы нам дали добро на это. И вот, смотрите, сейчас вот Михалыч включит прибор. И в приборе сразу же должен быть сигнал. Пока он начинает, я внутреннее убранство сейчас засниму. Фонарик, к сожалению, не взял. Надеюсь, камера будет снимать нормально. Ну-ка, довольно не хватит. Че, советший? Наверное. Че, царь, что ли? Нет, нет, да. Ладно, все показывать не буду, ребят. Все показывать не буду. Ну, здесь как-то так. А его шурфили? Его шурфили, Михалыч. Это шурфил я. Он с той дырки. Нет, а смотри, на полах насыпано. Это я сыпал с той дырки. С той дыркой. За печкой, которая... А ты что, сюда залазил как-то? Гриба просто опалит. Ага. Че-то поймал. Робка. Нормальная. Вот она, ребята. Это, смотрите, раз печка. Два печка. Две печки. Дальше. Че здесь у нас? Какие-то причиндалы непонятные. Вот это че такое? Вот это че такое, ребята? Вот это. Я бы не штанга. Вот это че такое? Тоже хрен пойми. Нет, нет. О, чердак. О, там на чердак можно залезть. Точно. Эти есть. Порщни. Сейчас залезу на чердак, ребята. Если че, интересно, включусь. Монитос. Монитос, да? Царь, совет. Не, не царь. Ранник какой-то. А, щитовик. Ранняя двадцатка. Ранняя двадцатка. Их, а вот. Зачетно. Погнали. Итак, ребята, сделали шуфик по уму. Мы все думали, как, че. И решили около стенки. Михалыч говорит, так будет продуктивней. И здесь сейчас все отещаем. Туда все сбрасываем. И будем постепенно уезжать в ту сторону. Чтобы не забрасывать. Смотрите, пыль столбом стоит. Надышимся мы этой гадости. У Михалыча уже вот такое количество монеток. Пятачки ранние, пятачки поздние. В общем, хорошие. Некоторые монеты вообще бодрячком на этом фунде. У меня не густо. Две монетки. Две монетки. Одна из них царская. И десять копеек какого-то года. Рамочник. И вы знаете, выпала у меня еще одна на черноземе уже. Еще одна медная монетка. Что за монета, сейчас мы посмотрим. Так, ну это тоже Николаевский образец. Две копейки. Год пока сказать не могу. А, могу. Тысяча восемьсот семьдесятый, ребят. Тысяча восемьсот семьдесятый. Пойдет. Пойдет. Ребят, вот такая пыль стоит. Пыль с толбом. Михалыч там советы тягает. А у меня очередная царская двушка. Год. Тысяча. Наверное, девятьсот. Тысяча девятьсот. Не, не знаю, пока не скажу. Ну, по крайней мере, этот сохранчик лучше, чем предыдущий. Пойдет. Пойдет. Чем хороши, ребята, дома? Тем, что здесь все видно. Все очертания дома. Что именно нужно шурфить, здесь видно. Не надо ничего искать. Просто-напросто лопатить. Но лопатить с умом тоже. Чтобы было продуктивно тем, чтобы мусор не сваливать. Друг на дружку и перекидывать одно. Я вот этот участок прозвонил. Михалыч сейчас вот здесь вот добьет тоже. И перейдет сюда, к порожку. У Михалыча здесь около порожка и печкой будет нормально. Но у меня вот здесь вот в уголке выпала очередная царская монетка. Так что я сейчас сваливаю все туда. Ну, как-то так, ребята. Пока как-то так. Итак, ребята, копаю сейчас один. Михалыч ушел туда за стенку. Вот с этого эпицентра он поднял вот такое количество монет. Достаточно неплохо. У него все крупные монеты. Пятаки, трешки, двадцатки. У меня немножко пока, по-моему, скромнее. Но у меня есть царики. Зажигалка была вот такая вот круглая, надеюсь, с рисунком. И, вы знаете, я сейчас под порогом. И там у меня выпало приятное. Вот такие две советские монетки выплеща. Вот я уж что-то туда не хожу. И вот это. Хаск подала хороший медный сигнал. И это у нас Александр Второй. Видите, да? Копеечка. Год, к сожалению, сказать не могу. Но, скорее всего, пятьдесят восьмой, пятьдесят шестой. Такие вот года. Зачет. Зачет. Поплупечки сейчас. Мне кажется, здесь вот будут находки. Плюс потом туда залезу под печку. А Михалыч вон там вот. Вон там вот шурфился. Монета, да, Михалыч? Ну, копейки собираю, блин. Копейки? Ладно. Сигналы есть. Это радует. Ребята, там интересная пуговка. Смотрите, какая. Трофейная семерка. Офигеть. Я первый раз вижу. И, походу, это алюминий. И семь. Кто что знает, пишем в комментарии. А пуговица непростая, как может показаться. Это один из видов немецких пуговиц. Обо всех рассказывать не стану. Поясню лишь о нашей. В немецкой армии пуговицы на погонах нижних чинов использовались для того, чтобы указать номер подразделения, которому принадлежал тот или иной военнослужащий вермахта. Это была выпухлая цифра на зерненной поверхности пуговицы. Материал изготовления алюминий или мельхиор. Номерная погонная пуговица. С арабскими цифрами. Бывает и с римскими. Арабские цифры означают номер роты. Для пехоты. Ношение номерных пуговиц было отменено в сентябре 1939 года. Тем не менее, многие продолжали носить их до конца войны. Офицерки состав номерные пуговицы не носил. А офицерские погонные пуговицы имели диаметр 16 мм. В отличие от 19 мм солдатские. Также имелись номерные пуговицы Гитлерюгент с арабскими цифрами, означавшими номер дружины. На оборотной стороне должно присутствовать клеймо RZM. Вот такая вот интересная пуговка. А сейчас возвращаемся на шуров. Так, хорошо. Хорошо. У меня шуров закончился. Я буду сейчас переходить. Бутылочки здесь, ребята. Вот такая выпала. Затем вот такая. И в итоге получилось после копейки царской. Я еще выкопал пятнашку. Двадцатку. Год, не знаю, 46, наверное. Конина и колечко. Колечко в белом металле. Скорее всего, самодельная алюминистая бронза. Ну, как-то так. Сейчас, я думаю, может чаек, кофеек. И продолжим шурфить. У Михалыча тут в основном копейки сыпется. Ну, а мы в целом шурф закончили, ребята. Конечно, можно было и туда залезть. Туда. Но уже не подлазит. Печь стоит. Вот такая конструкция. На камнях. На бревне. Там вон тоже, видите, валун. Можно, конечно, было и туда подлезть. Повыкапывать что-нибудь. Ну, ладно. Итак, ребята, продолжаю съемку в этом заброшенном старом доме. Михалыч продолжает шурфить, поднимать там советики. Вкусный сигнал. Но пока он не копает, хочу вам показать сигнал. Здесь у меня оказался. И не поверил своим глазам тем, что это у нас царское, ребята. Царское серебро. Номиналом 10 копеек с дефектом. Ее в металлолом. Четвертый или первый. Я вот не вижу нифига. По-моему, четвертый. Да, четвертый год. Вот такая вот монетка серебряная. Михалыч говорит, что меня сегодня прет. Прет то, что... Что там, Михалыч, будет? Ничего. Пробка. Пробка. Говорит, что мне прет. Цари у меня идут. Ну, не знаю. Прет, не прет. Такое количество царей банально. Ничего сверху, естественно. Ладно. Катаем. Итак, ребята. На сегодня, пожалуй, наше приключение закончится. В принципе, еще время позволяет. Но... Третий день, как бы... А, нет. Второй день. Второй день. Как бы, тяжеловато. Все время на солнце. Небо чистое, как вы видите. Чисто-чисто. Вот. И, пожалуй, что у нас сегодня было интересно, вы, наверное, видели. Стандартные находки я не показывал. Ну, советики. Рядовые пятнашки, двадцатки. В общем, это я ничего. Только цари и интересные находочки, которые сейчас я вам покажу. Итак, ребята, в поисках фундамента верховая Аська зацепила. Аська. Ребят, Асечка зацепила двушку. Смотрите, какой сохран, Смотрите, какой 1905 год. Бомба. Сразу видно. не фундаментный сохран. Ще огонь. Зачетно. Зачетно. Класс монета. Только щетку с мылом и вся. Готовая монета. Вкусняха. Вкусняха прям около какахи. Какаха к вкусняхам. Это, знаете, да, традиционно всегда бывает обосрут птички машинку или что-то в этом роде. Говорят сразу к деньгам. Вот вам деньга. Ладно, идем. Ребят, только что вон переехали оттуда. Я там как раз вот двушку снял. Машину поставил только. Смотрел на этот фундамент, который сделан. И Михалыч тут уже, знаете, верховую дернул. Походу, сенсация. Он сегодня жаловался, что я фартовый. Да, что у меня цари. Охренеть, смотрите, какая шайба, ребята, верховая. Екатериновский пятачок. Прикиньте, ребята. Эх вы, ребята, кто здесь шурфит, кто здесь ходит. И ни хрена не подняли такую крупную монету. Вот вы, балбесы. смотри, на пол штыка лопаты. Офигеть. Ну, красавчик, держи. Заслужил, сколько ты сегодня наковырял. Видишь, дальше не шурфленый, Михалыч? Ну. Вот стоит. Вот фунт. Наверное, вот этот фунт. Они рядом все были. Как бы не вот этот лопатят. Или вот этот. Да, ну, Катя, еб ты. Вот, смотри, суслик, видишь, выдрал. Вон засыпка. Ну, в принципе, да, засыпочка есть. Причем сопутка, вон, видишь, Михалыч, там. Сопутка даже, вон, видишь, там. Сушлик помогает нам, ребят. Смотрите, свежие капки. Вот капок, свежий. Вот капок, вот капок. Вон капки кругом. И Михалыч вот здесь вот вытащил Катин Питак. Катин Питак. Крупная монета. Как ее мимо можно пройти? Ванишь, ешкин кот? Ванишь? Ладно, пойду я тоже прибор заряжать. Ребят, Михалыч рядышком с этим фундаментом и так откопал. А я решил вот этот фундамент попробовать. Правда, он пробанный чем-то, кем-то. Но мне больше этот нравится тем, что шурфленый всего здесь вот наш штык-лопаты, а сопутка, здесь куча сопутки. Как черные горшочки, как и обычные. Стекло, кости, ну, как и должно быть. Вот. По-моему, даже стекло квадратное есть. О, Михалыча, давайте к соседу придем, посмотрим, что там у соседа. но у Михалыча сопутки так таковой нету. Но засыпка, засыпка. А, к чему я, ёшкин-то? Я верховой, ребята. Это не я копал, ребята. Верховой. Вот. Двушка. Какой сохран. Тридцать шестой год, ребят. Смотрите, какой сохран. Ой-ой-ой. Прям как будто только что из-под кошелька. Копаем около машины. Зачетно. Далеко уходить. Волочку не надо пить. Красивые места вообще. Представляете, вот в этой глуши живет всего-навсего один человек. Один. И здесь он, наверное, и останется до конца своих веков. У него здесь был дед, прадед. В общем, деревня вымерла. Остался один дом, в котором он живет. С 61-го года он. С 61-го. Монетки мы в доме подымали. Была 84-го. Значит, вплоть до 84-го года здесь люди как бы жили. Пасут здесь барашков и коровы, и коровы. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, долго-коротко вот на этой заброшке, как бы в выброшенном грунте у меня было колечко. Ну, в советское время недельки такие были. А, кстати, я вам сейчас покажу. Вот такое колечко, вообще тонкое-тонкое. Это раз. И конинка. Это два. потом тишина. Я начал здесь разрабатывать. Выпал у меня вот такой камушек. Где камушек? Во. И мне показалось, что от монеты отпечаток. И я был прав. Выпала вот такая кислотная двушка. Причем, ребята, это вторая двушка 1870-го года. Та поновей была, а эта сохран похуже. Но все же зачетная двушечка. Кайфок. Кайфок. Ладно. Кости лезут. Засыпка приятная. Ну, и керамика с горем пополам ново лазит. Хорошо. Погнали. Ребят, не успел я сигаретку скурить. Никакой пропаганды, ребята. Не курите. Прозвонка следующая. И вот она, смотрите. Вместе с вами будем смотреть, что это у нас. А это снова двушка. И снова такая же зеленая безобразная. Из одной ямки. Вот здесь вот две подряд двушки. пойдет пойдет. Итак, ребята, очередная находка. Я хочу вам сказать следующее. Кто здесь начинал шурфить, ему не понравилось то, что здесь не пробиться. В принципе, вот Михалыч тоже пытался говорить, блин, здесь не пробиться. Да, ребят, не пробиться из-за того, что смотрите, какой присомный здесь камень, это не верхний, это где-то примерно на штык-лопаты, ребят. И после штыка-лопаты идет мягонькая засыпочка, из которой я только что откопал вот такую прелесть. Смотрите, какой красивый, смотрите. Я не тер, не чистил, вот какой есть, так и есть. Крестика огонь. Вот, смотрите, вот эта вот толщина, она непробиваемая. А потом идет засыпочка культурная, зачетная. Зачет. Кстати, я еще ведь не прозвонил крестиком выволился у меня сам. не, может, нет. Ладно, идем. Ребята, там штука выпала у меня. Пятак. Ты чистишь, что ли, как раз свой пятак? Смотрите, что у меня выпало? Побог. Нет, тут не катин. это кольцевик пятак. Уху, ху, 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 блин. Игровой, блядь. Их там, да, запилка есть и высый, Да нет, рельеф есть. Сейчас, ребята, обязательно я кофе перекур. Блин, вот, прям удержишь на штыке. Здесь высый с одной стороны. Да, блядь. Сейчас почище, посмотрим. ёшкинка. Ладно, шайба есть. У Михайловича есть шайба, у меня есть. Ребята, вот такой пятачок, к сожалению, после помывки оказался вот такой удобно. Здесь затерто, здесь имеются риски, то есть это игровая. И с этой стороны, видите, по кантику обточно. Это дело для того, чтобы монета когда падла играла вот на этих вот кромках и в основном, чтобы рисками кверху. Тогда право человека было бросать ходить первым. Кто не знает, правило у меня да ладно, правило у меня этой игры есть. Нашла себе. Это такой пятак тяжелый. Итак, ребята, на сегодня пожалуй наше приключение закончится. Копали мы последний день с Михалычем, остальные все разъехались, дабы сказали находок нет, ну и нахрен. А мы вчера с Михалычем решили где-то заночевать, нашли вот эту деревушку, уже всеми известная, в принципе, я первый раз, конечно, на нее приехал, нашли несколько мест, где можно было покопать, выручил дом, который отдельно видео будет, шурфу в доме, если интересно, обязательно посмотрите, там нормально выстрела за счет этого, и находок у нас много, но в целом неплохо, неплохо, возвращаемся домой с находками, ну, а какие находки, погнали, посмотрим, ну, а по находкам, ребят, получилось вот так вот, выложили все на тряпочку, по сопутке, ребята, все, что интересно, по сопутке, у Михалыча, вот такая пуговица, пупырчатая, седьмой, я не знаю, что такое, я первый раз такую пуговицу вижу, это алюминий, да, алюминий, пупырчатая, и семерочка, первый раз, остальные пупырчатые, вот они, тоже было в изобилии, без цифры, пишем комментарии, достаточно приятный крест, жалко, я его не заснял, когда Михалыч его выкапывал, достаточно, ай, достаточно интересная находка, очень интересная, тем, что внешний вид огонь, вообще огонь, также у Михалыча вот такая вот сережка, причем, Михалыч говорит, у меня есть еще одна, то есть у него комплект, обручалка, вот такая вот планка, медали, к сожалению, не нашли, у меня шмурдяк, ребят, вот это вот, от ячейки, от какой-то, я ее взял, потому что я, как бы, такие, подобные встречал, если на видео видели, да, банковская ячейка, дальше, зажигалка, в доме нашел, не показывал, тоже, вот такие вот, колечки, достаточно много, раз, два, вот такой вот, интересный, значок, НТО, так, что у меня заморгало, что-то у меня моргает, аккумулятор, ладно, успею, вот такой вот крестик, зачетный, не хуже, как у Михалыча, предмет конской упряжи, конина, конина, вот такой пряслица, по монетам, ребята, Михалыч, конечно, в доме, откопал куда лучше, у него получилось нормально, но у меня выручили находки, верховые и шурфа, вот такой вот пятак, что, дубль два, да, по монетам, получилось неплохо, у Михалыча, вот такой вот, катин пятак, немножко зализанный, но он куда лучше, чем мой катин, ой, или, все собрал, Александровский, Александровский кольцевик, игровой, затертый, зубцы, короче, искалечен, дальше, что у нас было, еще, из приятного, у Михалыча, приятная двушка, вроде как, неплохая, 12-й год, 1812, бодрая, верховая, ребята, в больших кустах, Аська, 1871 год, я даже не ожидал, что там можно ее найти, дальше, у Михалыча, раз, копейка, 24-го, два, 24-го, мы все тетерли, а вдруг, 25-й, ну, по меди, у Михалыча, все, по советам, он классно отстрелялся, в доме, у него основная масса находок, именно в доме, у меня в доме было похуже, но повкуснее, чем вкуснее, ребят, выскочила, вот эта двушка, вот эта двушка, вот эта копейка, и копеечка, А2, Александровская, вот, остальные двушки выпали, вот это, это шурфа, и вот этот верховая, ребят, смотрите, какая она приятная, да, вообще, вкусная, вкусная, я даже чистить не надо, вот, ну, по советам, банально, ничего вкусного, интересного не было, еще серебрушка была царская, но, к сожалению, она мертвая, мертвая, только на переплавку, в общем, как-то получилось неплохо, я считаю, вот такой, количество монет, достаточно, очень приятно, много, всем желаю, такое количество монет, откапывать регулярно, кстати, вот про эту вещь, совсем забыл, это вообще классная вещь, рабочий, нет, рабочий, 11, к, точка, и, терез, а, с, а, р, с, да, кто знает, напишите, пожалуйста, чтобы я не мучился, я не искал информацию в интернете, хотя, в интернете вряд ли найти, ладно, как-то так, ребята, класс, откопали, класс, а начиналось все так хреново, так хреново, в итоге получилось неплохо, ну и все, ребята, прощаемся с этими местами, придется сейчас нарезать очередные 15, почти 20 километров по полям, трястись по грунтовке, ну ладно, без этого никуда, все, до новых встреч, пока на копе, Субтитры сделал DimaTorzok